Повысились тарифы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Это случилось впервые с начала работы этой госпрограммы. Так, с 2013 по 2016 годы размер взносов за капремонт держался на одном уровне. Но с 2017 жителям Якутии придется платить больше. Каковы причины повышения цены, насколько оправданы сборы с населения на эти цели, выясняла Саргылана Захарова. Сава Пестряков живет в доме на Ярославского 24 уже больше 20 лет. В 90-е, когда он сюда переехал, дом уже был не в лучшем состоянии. Крыша протекала, трубоканализация и отопление давно уже сгнили, а внутренняя отделка и эстетика подъезда были последним, о чем беспокоили жильцы. На 2016-м дом преобразился. Впервые за полвека в нем провели капитальный ремонт. В 98-м году никакой работы не проводилось. До меня, кажется, не проводилось. И вот, к моему удивлению, на начале очень достаточно, хорошо работали. Изменили фасад. Дом стал как новый выглядеть. И полностью внутри подъезда, если вы видите ремонт, чистота, порядок, батареи полностью поменяли. Старые батареи в квартирах стояли, даже они бесплатно полностью отопительную систему поменяли. Савва Савич делится своей радостью. В квартире тепло, все трубы поменяли и даже 50-ти градусные морозы теперь не страшны. О размере взносов говорит копейки по сравнению с той работой, которую провели строители. И, как сообщают в Минжекаха, так и есть. Сборы не покрывают даже половину общей стоимости всех ремонтов. Учитывая дефицит, в связи с тем, что взносов недостаточно у нас сегодня, мы изыскываем средства дополнительные для того, чтобы эту программу реализовать нам. В 2016 году она составила порядка 60%. Отметим, что тарифы на капремонт повысили впервые за три года. А за это время значительно увеличились цены на стройматериалы, следовательно, и стоимость самих работ, говорят в фонде капитального ремонта. Избежать повышения было невозможно. Кроме того, теперь на размер взноса будет влиять и наличие лифтов в доме. Для помещений, предназначенных для проживания граждан в деревянном доме, тариф в составе 3 рубля 60 копеек за квадратный метр. В каменных домах без лифта 6 рублей, с наличием лифтов 8 рублей за квадратный метр. Напомню, что с 2016 года в республике действуют меры господдержки наименее защищенной категории населения, неработающих пенсионеров старше 70 лет. Так, они имеют право на компенсацию в размере 50 и 100% оплаты за капитальный ремонт. И если в прошлом году, когда взносы по Якутску составляли в среднем порядка 150 рублей, на поддержку едва ли обратили внимание, то с нового года она поможет сохранить весьма ощутимую часть семейного бюджета. Саргалана Захарова, Владимир Тайурский, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.